Доброе утро. Гимнастика утренняя. Ободряющее и оздоровляющее. Чуть-чуть как подмерз. Окна вентиляции не открыла. Второй слой вот этот влажен. Ой, я тоже замерз. Сейчас костер так и не будет. Сейчас закринем. Народ хвалит котелки военные. Я вам покажу такую кружку литровую на цепочке. Замочек моментально закипает. Объем достаточный. Чуть тепло любит вечером похоробцов. Греется. В чем палатки. Пока разбирать, сушить. 623 грамма. Размерность 1,98 на 58. 6 сантиметров. Подушка сама надувается. Ну, в принципе, нормально. Только не достаёт подушки под голову. Чуть-чуть надо что-то подпадывать. 75 бен. Как говорят, гарантия пожизненная. То есть документ есть? Мы можем предъявить уже будет. Получается у меня спальник. Панчо. Куртка. Пуховая. Это всё. Это всё лёгкое. Легкоходное. А что это? Собирать рюкзак начнёт всего полно, да? А что там? Тренога. Зарядников куча. Панели вот даже та же самая. Компактно. Всё компактно. Хорошо. Поляна хорошая. Вовремя остановиться надо тоже. Дел надо. Всё, друзья. Звук мотора. Конечно, вон. Идет плюёт. Плюёт. Деревяшка. Сильно разогнали. На моторе сейчас подошли. Сильно костёр не полит. Горит. Видели вчера. Как будто в костровище. Там оно обложено камнем. Вот. Затушим. Пойдём. Сети не ставьте. Говорит, сразу порву. Говорит, сеть. Сети, блин. Сетевиков нашёл, да? Нет, да. Сетями нету. Не балуемся. Вот электричка, на которую мы вчера приехали. Вот уже ровно сутки, считай, на реке можно сказать. Угу. 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 Друзья, сами не понимая того, мы оказались в центре переправы. Да, окажется, переправляют с того берега. И отсюда уже народ уходит куда-то в поход. Выше. И сейчас позже разговариваемся с людьми. Вами пойдут в другую сторону. Какой-то понимаешь, если свыше по течению. И по тому рукаву, наверное. Ну, хотя тропы натоплены в обе стороны. Знаете, чем отличается Междуреченска и Прокопьевская? В Прокопьевске там в парке может гуляют, да, с детьми еще где-то, а здесь походы ходят. Ну, вот совершенно маленькие дети, там 2-3 года, и вот пошли вверх. Ребята, компания на человек 10 пошла, такие 12-15, тире лет, тоже вообще самостоятельно одни без взрослых. Вот, так вот, так вот. Вот, и мы пытаемся также отдыхать, да? Блядь, точно, директор переправы, тут же подъехал нам, вы только сети не ставьте, я говорю, сейчас сниму сети, сейчас подплывают, мужики там ниже сети стоят, вы их только не трясите. Я говорю, ну, что ты, зачем это вообще говоришь-то нам? Что, взрослые люди, что мы по чужим сетям будем лазить, что ли? Да сам какой, вот, знаешь, вот, сам такой и на других так же думает, чумоходы, блядь. Сети не ставьте, порву, блин, ну, и сам же поставил бы. Беловые здесь. Вадима столкнул, вот и сам пошел. Прицеплю сейчас на кепку пока. Вот, что, заходи. Так, кстати, вот так вот, когда шуркает по дну, до этого материала ничего страшного, как мне объяснить, он говорит, вот так, что ерунда. Так что, весло правильно надо взять? Вот. А вот все. Это что? Проходили вот. Чуть покачает. Ничего. Скорости добавит. Кстати, том шире, значит, становиться какая-то хорошая, вот, 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 гляньте. Козыр сумеет. Ну, затоплены берега. Сейчас мужчину встретил, стоял, рыбачил. Я говорю, есть что? Он говорит, да нет, наверное, рамок еще. Говорит, чуть позже будет. Ну, то есть не то, что по времени суток, а по месяцу. По времени года. Да нет, мы на эту полку бы никак не залезли. Допустим, на камнях бы сейчас поставили. Друзья, пора лёстами поработать чуть-чуть, выправиться. Тут эти камни подо мной здоровые. Что-то сейчас качает. Ого! Ого! Ага! Закрестнуло. Аккуратней. Андрей в самое течение попал. Я немного стороной ушел. Он в самое-самое течение. Ну, немного залилось. Воды у меня тоже. Ну, и смотрю, к нему забор тоже плюхает. Да нет, достаточно уверенно лодка ведет себя. Ноги особенно вот так, стремена. И кажется, ты одно целое вместе с ней. С этой лодкой. Да-да, нормально. Там ночевать холодно будет. Со снежником. Дай-ка я вот так вот пристегнусь. Лямку на ногу. Значит, вода высокая. Получается, сильно на камне не налетаем. А, вот этот камень, я бы чего не рассказывал. Парень тут снимал. Видел его, видел. Останавливались на этом берегу. Ну, мне бы на 10 сантиметров двигатели снова. Да? Не могу, руками не хватает. У них вот так и получается. Я покажу, руки вот так вот дергать начинают. Надо это, вставку попросить просто двигатели. О! Наверное, камера не передаст вот это именно покачивание. Смотри, как. Кидай, это. Надо туда загребать. На самом бруле не надо. Смотрите, вытащить туда и все. Так, поехали. Боку я поставил лодку и качать, наверное, неправильно. Да нет, вроде. Нормально прошел. Волна оказалась такая высокая. Да, вот она. Вот эта вот хернюшка меня вот. Вот она, ага. Не знаю, пальцами бьюсь по ней. Не знаю, зачем она нужна. Я ему позвоню, спрошу. Если такая необходимая, как эту вещь, то оставить. Чуть-чуть, ребята, на недельку позже она будет ловиться. Это же, может быть, числа 25-го. Вот так и есть. Ну, хотя весна ранняя. Не знаю. Может, вообще с дня на день. Когда ловится, она сразу хватает. Ее хотя бы видишь. Играть начинает вечером. Мухи нет еще, да? Мух-то нет, ни комаров, ничего и нет. Кормежки какие-то. Ага. Ну, галерея еще одна. Это же лужба, вот она. Да, все тут уже. Сейчас лужба, потом тэба, да? Ничего, быстро это все пройдет. Скорость хорошая. Ну, как раз, вот я говорю, до 2 ночи, да? Супер путешествие. Не спеша. Друзья, кто узнает станцию лужба, пожалуйста. Смотрите, переправа. Это туристами можно уйти вверх. Вадим 2 года назад ходил туда. 10 дней, да, по-моему, Вадим, ты там был, да? 10 дней был? Да. 10 дней прошли вы. Сколько километров? Ну, что-то было 150. Вот видите, что-то. 150 километров. Сергей встретил. Ага. Здесь не ездили туда. Выходили, мы в покое ходили. Кто-то слышал там зрели. Интересно было его увидеть. Вадик говорит, что... Ага, туристов. Он говорит, а что, на Египет денег не хватает, будем на козыре отдыхать. А мы сейчас его запомнили. Смотрите, как будто свое детство возвращается, да? Это сколько лет? Там 15 лет было, так это сколько? 35 лет назад строили вот это. Ну, может, не вот именно вот эту галерею, а солнечные батареи. Так, и река Амзас. Вот мы по этому логу уходили. Дорога. Так, подожди. Дорога у нас правее пошла. Мы пошли левее по логу. По реке по самой. Ну, там на гольцы поднимались, на курубник. Мороженое делали. То есть, сгущенное молоко у нас было с собой. Снег. До снегов поднимались, до снежников, да? Шоколад. В чашку это все крошили, перемешивали. Ну, такое, таежное мороженое. Вот почему-то у меня память только, знаете, подвела, что мне казалось, что вот здесь вот, вот эта стенка, ну, гора впереди, она была белее, как будто мраморная. Не знаю, почему мне так казалось. Электричка ушла здесь. Основной народ уже весь убежал вперед. То есть, кто в домиках ночует там, типа, поселка сделанный. Снег лежит. Тоже река так петляет, что теперь это уже северный стол стал. Обойти его надо. Добываем. Опрокидит сразу. Волна хорошая. Потащила куда-то. Давай-ка отсюда уходить. Уходить. Удочку время от времени кидаю. То есть, ничего пока. Что-то там. Наверное, перекат тут сюда надо кидать, вот, снасть. А у нас получается, здесь надо за покрафтом следить. Шлопа-то нет еще. Палатка стоит на том берегу. О, вон там прямо. Блин. Уголь поехал в Китайскую Народную Республику. Жаль, не видно, что там в один сзади, потому что следить надо. Боком повернешься, опять не станет. На литр и три отчерпал. Да как черпал-то так? Ладошками. Что, прошел? Ага, нормально. Покачало, хорошо. Даже не успел камеру включить. А такую валу обошел. Ёлки. Все, и вон он. Пенится. Сейчас подойду, подожди. У меня здесь, кстати, стоянка. Диких туристов. Ножик? Сейчас застану, подожди. Ух ты. Горячее, прорывается ветер. Как степной какой-то. Парень проходит мимо и такой смотрит. Смотри, боец у меня такой, да? Не такой это. И граната. Он такой говорит, и что вы гранаты с собой берете? А вы что с собой не берете? Нет. Ну и зря говорю. Съемки, конечно, что-то снимал. Тересчур много. Та это что, камера не выключается? Что-то болтаю. Кто-то не хочет слушать, проматывайте. Что, давайте стоянку. Пойдем. Вот. Какая-то лавка тут была. Пилой делала она. Потому что запилы. Здесь вот. Островище такое. А то, кстати, скорее всего, палатки ставят летом. Колбы не видно. Тут дамы припыли. Я хотелось бы собирать и салат сделать. А, не дрова отсюда таскают. Вон, вот. Пенек на пеньке. Так, нормально. Гуляем. Шатаемся. Вот я вот так вот. Я еще раз покажу. То есть я в Эдлерсах и простые кроссовки на ноги. Вот так же их. За шнурок. Вот здесь. Все. Все идеально. Да нет, ничего. Так вот, чем те ботинки, так сказать, я их, наверное, продам. Потому что они у меня совершенно много. Может, какие-то новые, да, муфты навяжешь? Да, я поле темных навяжу черненьких. Ох, палка проплывает. Ничего себе, я такой подумал, весь плот. Я тут черных навяжу сейчас. Ты-то крокодил, да, такой, мимо. Нил. Нил-ка ничего. Не вовремя. Скинул. Да, ну, ты нормально. Всегда надо останавливаться. Там торопиться-то особо некуда. Что мы, бегом, пробежать маршрут нам не надо. Есть, знаешь, как, два вида туризма. Бегом бегут и медленно. Там и время еще. Я на стоянке нашел бутылочку такую. Вот, 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 отчеркнут воду. Вот, вот, какая есть, короче. Поставил на берегу. В воде еще предположил, говорит, такая тропа натоптана от станции. Скорее всего, там поустанок останавливаются. И здесь рыбачки уходят, ночуют. Вместо такое, как бы, обжитое. Соль, и там вот, кружка выше. Еще добраться. А, вон, сух, привязок. Гвозди везде набиты. И около, мы найдем, вот, у них. Вот, они подвешивают, чтобы мышки не ели. Да, мышки-то сюда забраться. Три секунды. Надо такое, что-то ответственное. Да, вот, он, конечно, черпает. Тут, там, черпанул. Так, все, пошли. Чего с голосом-то стало, а? Я, кстати, зимой переболел. У меня потом, как это, значит, разговор, разговор, как-то сухость и хрипотца появляется. Ну. Да, это как ковид был. Да, значит, две прививки ставил, и все. Заткнулись больше ни одной, да, не надо? Ну, ладно, может, пришлют на госуслугах, там, чтобы придите еще одну вакцинацию. Да, скорее всего, нет. Да, нет, все. Все, закрыли тему, а? Вот так вы все сдохнете, блядь. Да, да. Они там другие сейчас не берут, наверное. Да, точно. Информационная тема у них другая. Еще какая-то часть порогов будет. Вот она. Пойдем их. Я не знаю, куда лучше, к берегу или как вот течением прибивает. Лишь бы выравниваться, чтобы боком не поворачивало. Ох ты, блин. Ничего себе. Ой. Опа-сла. Чуть свечку не поставила. Блин, если бы погибло, показать бы, как он там справляется. Ну, тут пока, ребят, не до съемки, камеру бы надо было. Я говорю, как-то закрепить по-другому. Это он меня отснимает. Уже успел камеру достать. Разворачивает лодку. Ну, по волнам. Уверенно идет. Прямо уверенно идет. Главное, прямолинейное движение надо держать. Ага. Заливает. Дай-ка сюда. Тебя потолдись. Чтобы я тебя вытоплю. Сейчас зацеплюсь. Ну, вот это место уже более на турбазу похожее. Геранда. Тормотый. На берег. Мост подвесной. Но он даже не мост, а как люлькой, что ли, переправляют. Вот эта люлька и есть, которая переправляет. Вот так. Два троца натянутые. Вышка станет. И с той стороны вышка. Ну, на руке сидят. Вот это баке. Горка, скорее всего, приедет. И палаток еще нет. А ну, уж до вечера порыбачили. На вечернем. Да, ребят, в туалет сходите, то распредься с этих узлов. Вадя, ладно, там, хоть не сильно. А мне выдерсы, это все расстегивать надо. Не спеши меня, подожди. Ладно, отталкиваюсь. Абагдаланс компания на катамаране. Хочется, знаете, как, даже каждую минуту не выпустить. Где-то сюда новое. Опа, Вадю, затащила. Опа, отгребай от берега. На фиг там штыри до плиты могут какие-нибудь. Нормально. Водозамещение две лодки. Не страшно? 21 мая, погода замечательная. Мы второй день на сплаве. 22 год. Да, 22 год еще. Посмотрите, какая красота вокруг нас. Довольно лицом-то? Я лодка пытаюсь тут прицепить вместе. Чтобы так петли не хватает. Чтобы не держать его. Сельки все защелкали. Нет, ты что, там еще две пачки. Вон, сейчас доставать, давай, достанем. Семечки будем щелкать, сейчас я достану. Одна здоровая, ну и маленькая одна. Бабки на съемке, так сказать. Так, давай-ка от берега, наверное, отходить. Да, кто еще не в курсе, нам в этом году 50 лет исполняется. В октябре месяце, 8 числа. Так что, вот так вот мы отдыхаем. Да, да, я сейчас рассказываю, что нам полтинник исполняется в этом году. Да, да. Я тут Толю Шварикова увидел. Потом он монетки, ага, в магазин заходил, как раз продукты покупал. Нет, он говорит, у меня вчера день рождения был. Я говорю, поздравляю. Я говорю, у тебя же 50? Он говорит, ну, я говорю, да понятно, говорю. Ну ладно, нам еще, мы помоложе, говорю. Заживай. Да, как они там придумали какую-то херню. Помните, возраст дожития, говорю. Ну хрена себе, это что-то за возраст дожития. Позорники, блин, оконченные. Еле отдышался. Нормально, нормально, все прошли. Сейчас посмотрю, батарейка, насколько зарядилась. Здесь надо в туалет сходить. А что? Дело такое житейское. Сейчас опять распрягаться. Елка зеленая. И что там у нас, поезд пошел. Красавчики. Порожняк погнали. Ветер сумасшедший. Я говорю, ну тепло, тепло. Да, это самое интересное. И к этому берегу мы сейчас прям старались скребли. Знаешь, дыхалка обзабилась. Маленькая. Да, вон туда подальше. А он, вон туда, запускал. Хотя дует сюда, да, надо. Вот, друзья, все. Продолжаем путь. Интересно. Испытание. Нет, у тебя же это, вот он. Вы смотрите, еще такой самодувающийся, не, не самодувающийся, а надувающийся жилет. То есть вы всегда можете кранчик открыть, его подправить. То есть у вас спинка. Слышно, да? Вот он расправляться стал. Также спереди есть кран. Вот он. Все. Доступности. Не, запомните. Ну и понятно, что лянки через промежность. Да, и вот это можно вот подтянуться. Ну то что, с него не выскочишь. Ну да, наверное. Вот если вот эти боковые. Да нет, не выскочишь. Да, еще мы же с тобой разговаривали. То есть если в воду падаешь, то есть никакого страха не должно быть. Это надо сейчас подсознательно себя, что ты все равно повисишь на подушке. Вещи спасать нужно. Ну конечно, потому что без них ты что? Сам-то удерживайся. Подстрахован. Рамы отчего-то. Вот такие. Смотреть на нее. Что себе? Берег заварен. С металлоломом. А, опора. Понятно. Опора была. Так, ну что, 15 сантиметров, 20? 20. 20-й металл. Уголка куча. Завалили ее. Что это там? Сотый. Примерно, да, сотый уголок. Вот здесь шестьдесят пятый. Что себе? Летом не найдешь ее. Случайно, если я на виду с видео. Опору, вот, завалили там. Вот такая, наверное, старая, временная. Да, кстати, неплохая штука, что весло привязали. Потому что уже один раз чуть потери не было. Уже и стык сейчас меня. А вот сейчас кому-то дышит. Резь. 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 Сильно разгоняйся, меня жди. Как раньше говорили, вперед на винные склады. Рука какая загорела. Ну, хороший насос. Вот этот электрический. Быстро объем накачивает. А там уже, ну, пять выдохов хороших таких глоки. Вот. И оно уже звенит. Ну, что, показалось, интересное место. Грозбатарею посмотрел. Заряжается нет. Что-то опять разъем выпал. Вернее, сама с разъема вываливается. Что-то надо. Постоим. Столбы, думали, тоже. Да нет. Надо берег искать, где болотистый. Так же зеленый. Смотрите, но она в воде была. Там маленький-маленький порожек. Еще пока, конечно, не знаем, какой он ожидает. Ветер. Ну, у нас часа два еще есть, да, такое, чтобы остановиться? Может, больше. Ну, друзья. Все, закрываем рыбалку. Ничего не получилось. Пошел, нет? Пошел, пойдем. Пошел, пойдем. Думал, порог так шумит. Это ручей. Народ стоит. Это вчерашний. Народ на катамаранах. Хорошее место тоже. Молодцы. Вот это, наверное, я для фотографии вырежу. Видит. Семечки за разом все. Все мы даже разговаривать не стали. Щелкаем. Вот раз прибила нас к этому берегу. Давайте покажем костровище. Поляна. Вот. А ручка останавливается туда. А что, пожалуйста. Ручка полна. Ветер опять поднялся. Сейчас, наверное, не дул. Сейчас батарею поменяю. Смотрю на завиделось. Так, это только позже можно показать. Какой-то ручей называется. Шум от него. Сейчас поворот заходить стали. это я думал состав идет вода так исходит с лагов такой царите как размерами я вот электричка в обратный путь до нас туда привезла завтра все собираться начнут воскресенье она будет полная не горела она потом еще сильнее горела начинает проморгал то боком встал так что ли тебе камеру на камеру конечно неудачно не подготовлен вот не понимал как что там ах ты такой хороший баллон да ёлка как же тебе настроиться так нет прям на него и тащи да все прошел прошел чуть-чуть так защекать его ну чё там тарзанка привезла пацанов конечно хорошо пройти и ехать все так хорошо пройти и ехать все так вверху нормально пока нормально Прошел Вот это опасно Железяки Брод Хоть вот с этой стороны можно Хоть вот сюда Летом самое мелкое место Что еще у нас тут интересного Где-то на берегу магазин был Что-то такое помнится А где он был? Не знаю Ниже Мы как-то по берегу ехали Потом увидели, что можно Переправляться И все А как поехали тоже ничего не было Я спрашиваю никого не знаю Зачем там Хорошая река Тут Борт к борту идем Место уже будем присматривать Целый день Наводить Ну и встали, не спешили Выспались Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Здесь пешком ходишь вообще сухо Чуть по щиколотку Песчаные пляжи впереди обычно летом Субтитры делал DimaTorzok 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 На берегу у нас ничего не стояло Летом просто проскакиваешь да вот это место и оно обычно загаженное грязное сейчас дрова есть На счет клещей обработать колба есть есть вот она в колбасе Роняем Он тут и одну уже уронился Батя вот она лежит еще одна Уж ее заберем Стоит до лучших времен Посмотрите какой Ну у него свой компас в голове Наверное не то что ее распилить, ее просто на пережигание бросить Вот, что перегорало Нет, так не нам, так другим достанется Дрова в костровище маленькая есть Ничего, нормально, насобирали Ну реально для лета этого достаточно Ну что Все добра Дед Гордей помнишь, говорит, все добра Все, все пригодится Училище надо убрать отсюда У нас будет два яйца есть С майонезом Картошка жареная Так, в палатке располагаем Чтобы голова была тут, с этой стороны Вот таким порядком Просто две палатки у нас как раз хорошо войдут Они такие маленькие Мало места занимают К вечеру надо обогрев А я покажу как воде Полбу нарезает Вот смотрите Всем совет У меня тут дощечки Вот смотри Ну что, она сразу туда и ссыпается Вот как по-другому Друзья, яйцо порезано Вот весенний Некрасная штука Кто-то, знаете, говорит Вот что, колбы наелся, да Запах какой-то Я говорю, да это до тех пор Пока сам ехать не стал Только, говорю, пару раз куснул И все уже чужишь Ну никого других уже не ощущаешь Можно с майонезом, а можно со сметаной еще Я со сметаной делаю Интереснее, да, получается Тут он сюда даже добавляет К сайру Да ты что? Да Последние лучи такие С сегодняшнего дня ловим Костер горит Колба нарезана Кружку достали Это у нас Масло растительное Вот в такой у меня Баночки Мы сейчас картошку жарим Вадима показывать, нет? Такую одну ногу сейчас покажу Белье Белье Одевает Натильное И картофаны Видите, сколько штук? Шесть штук Ну что, сейчас очистится Да лишнее, знаете как Утром доедается хорошо Вот Ну да, 29% Это не ковельфор Ладно Вот так всю ночь и будет громыхать у нас Друзья Надо сейчас Подключу на повербанк Все-таки зарядная Обжарка И поедание салатов Там еще что-то Мясные Мясные Так Еще, знаете что У нас Продукты не до конца убраны Надо накидать Ну Накрыть Все-таки рюкзаки Вот Влажность может быть Газеты надо Рюкзак убрать Тоже Вага пошла на нее Ну что Все Лобки Зарядные Тоже сейчас уберу Мочить его Подносой Что делать Лисо Загорело Блин У меня кстати Знаете что Вот эти Кромки ушей Прямо обгорели Начинаем с лица загорать И вот Руки Вот так вот Сейчас покажу Три секунды Похвалиться Я наверное пятый раз хвалюсь Уже вот так вот Сгорели Видно В этой Кстати мне перчатки же взял Он говорит Перчатки необходимая вещь Я так что-то не особо понял Для чего Ну когда уже поздно Чего это надевать Вот Будем сейчас Жарить картошку Или Картофель Все готово Вот Такой Сотейник его назвать Ну штука интересная Да Масло растительное есть А картошка Нарезанная Пойдет Пойдет А то наедимся Опять На ночь Вы что-то опять 5 на ночь Там сало жрете Да С салатом Да Да все короче у нас В походе все можно Походу знаете Такая штука Что еда Это Даже колбасу можно Да это как огонь Это горит в тебе Вот А я сейчас подвесил все-таки ведерцы Это у меня семечки в кармане лежали Я их бросил Вчера я говорю Что-то прометчиво Мышка бы подошла И у меня все их покоцало Да они напрямик идут Они что думаешь там Карманы ищут что ли Да ну По запаху И напрямик прогрызла бы От пяток до это И лодку прогрызет Да все прогрызет Да ну Семечки такая штука Друзья Тяжела жизнь Советского артиста Вот Только с углем Прошли вагоны К нам Ну как В Кемеровскую область А сейчас обратно пошли Нисколько не удивительно Что они просто перецепились И состав обратного покатили Блин Я уже говорю Несколько раз повторяю На протяжении 4-5 лет Я это говорю Заметил Зачем вы куда-сюда катаете Вот Работу создать Видимость Странная штука Это не мое дело Но Так Прокаливаем сковородку Да Ага Вот 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 сотейник Так сотейник Так Ложка есть Чем Ворочить то будешь Ну Где-то твоя такая Ну Она у меня в салате Сейчас нам Одно тебе Сейчас нам Моем Вечер к завершению идет Картотик Жарится Не скромно Не скромно Шесть картофель Да Ничего На всех На всех Да Знаете что Если утром Вчера булгур готовили Да Мы не доели его Вчера не доели А сегодня утром ничего залетел С дошираками Нормально Ребят Подшинкован Лук Картошки Вот Так Вот Обжарки идет Сол на месте Вот Самый важный продукт Свинка На газетах Идите Это же вредно На камни На каком Если я сейчас себя покажу То есть камера будет засвечивать Наверное Соло хорошее Весенний Он с яйцом Да Ну Крустанки Все Уже Всем спокойной ночи Уже всем спокойной ночи